Певица Шакира и футболист сборной Испании Жерар Пике вместе уже 5 лет. И хоть официально они не женаты, все равно считают себя настоящей семьей. Шакира родила Жерару двух замечательных становей и мечтает родить мужа-дочь. Но вернемся к нашей команде Шериф. И я с радостью хочу представить вам замечательную, улыбчивую молодую супругу-футболиста. А кого, сейчас узнаете. Александрина, привет. Да, привет, Яна. Присядем. Ну что, как настроение? Настроение шикарное, погода соответствующая. Ну, расскажи нашим телезрительницам, как познакомиться с футболистом. Ты интересовалась футболом, ходила на матчи. Нет, я не интересовалась футболом абсолютно. И скажу больше, даже вообще не знала ни о каких там вообще, даже знаменитых футболистах. О футболистах мы познакомились очень, наверное, панально. Это было в кафе в Минске. Он подошел, сделал мне пару комплиментов. На что я сказала, что, ой, мужчина, спасибо, конечно, но я с вами не познакомлюсь. Потом еще раз он был настойчив, и все-таки я сдалась и познакомилась. Теперь я интересуюсь футболом и скажу тебе больше. Немножко в нем разбираюсь, знаю, что такое галкипер, офсайт, пенальти, да, сколько играет игроков на поле. И вот так. Теперь футбол – наша жизнь. У нас есть эксклюзивное видео о вашей свадьбе. Давай посмотрим. Да, давай. Ну что ж, наши герои сегодня – это защитник команды «Шериф» Максим Паттерники и его жена Александрина. О футболе мы поговорим чуть позже, но пока познакомимся с ними поближе. От пышной свадьбы ребята отказались сразу. Решили, что этот день только их и все. Поэтому быстро расписались в ЗАГСе, пообедали и тут же улетели в Испанию, где и сняли это романтическое видео на память. Что ты говоришь супругу перед отъездом на важные матчи? Ну, конечно, я его поддерживаю. Я ему говорю о том, чтобы он верил в себя, что я с ним удачи желаю. Не знаю, говорю, что он самый лучший, чтобы он не забывал об этом. Работает? Ну, я надеюсь, что да. Я в это верю, конечно. И я ей верю. Такая улыбка и нескончаемый позитив точно заряжают. Александрина, ты относительно недавно в команде жен футболистов. Скажи, пожалуйста, как тебя приняли другие жены? Ну, я не скажу, что прямо у нас какая-то коалиция жены, что мы там, какая-то была банда, и я к ней присоединилась. У нас, не знаю, те жены, которые есть на трибунах, мы всегда с ними здороваемся. Но так как все из разных, мне кажется, так как все из разных стран, и некоторые жены вообще их нет в Тирасполе, да, то как такового у нас какой-то вот группировки, куда бы меня приняли, такого нет. То есть мы просто все здороваемся и видимся именно на трибунах. Так, обсудим наряды. В чем нужно приходить на матчи любимой команды? На матчи любимой команды нужно приходить в майки любимой команды. И, конечно, не знаю, джинсы, кроссовки, удобная одежда, спортивные костюмы. Не каблуки? Нет, не каблуки, не платье. Это все-таки спортивное мероприятие. Я считаю, что это немножко... Должен соблюдаться какие-то дресс-код, да. Каблуки и платье – это все-таки вечерний вариант больше. А на спортивное мероприятие нужно приходить по-спортивному. Мужчины тоже так считают, футболисты? Я не могу говорить за всех, я могу сказать только за себя, но мне кажется, что, наверное, это выглядит комично, когда приходишь на каблуках. Хотя? На футбол. На футбол. Поэтому, девушки, соберетесь на футбол, каблуки в сторону. Да. Кеды, майку и вперед. Если хочешь совет, если ты хочешь впечатлить мужчину-футболиста, не одевай каблуки, потому что... Это неправильно. Это неправильно, да. Хорошо. Еще такой вопрос. Максим, часто тебе дарят цветы? Да. И без повода дарят ли? Да. Максим дарит мне цветы, и часто, и без повода. Да и вообще, я скажу больше, что у меня всегда стоит дома... Ага! Это мы договорились, да? Здравствуйте. Мы ни о чем не договаривались. Я как раз сейчас говорю о том, что ты даришь мне цветы без повода и с поводом. Да ладно, я угодно. Чаще без повода? Чаще без повода, да. Да. Максим, самое время, мне кажется, познакомиться с вами поближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте. Задавайте. Максим, раскрой секрет. Какой должна быть девушка, чтобы завоевать сердце футболиста? Наверное, доброй, заботливой. Ну, много есть, конечно, эпитетов, но... Такого формата, вот, точного, я думаю, что его нету просто, не существует. Я думаю, что у каждого это свое личное, то есть кому-то нравятся высокие блондинки там на каблуках, а кому-то нравятся домашние женщины в тапочках, которые с соленьями в руке. То есть это все очень личное. Ну, чем Александрина завоевала твое сердце? Ну, сперва, конечно, красотой своей. Это очевидно. То есть сперва ты видишь человека физически, а потом ты только начинаешь узнавать его. В первую очередь она задела меня, конечно, своей физической красотой. Вот. Ослепительно. А потом уже и раскрылась. А потом она уже раскрылась вообще с другой стороны. Не то, что с плохой, а с другой стороны, которая мне понравилась еще больше. И это, конечно, связало нас надолго. Все секреты Максим, конечно, нам не раскрыл. Скажу вам больше, даже у Александрины это не получилось. То, за что он ее так любит, Максим предпочитает держать в тайне. Даже от нее. Александрина, скажи, тяжело быть женой футболиста? Постоянные разъезды, вы постоянно на расстоянии находитесь. Ну, мне кажется, что вообще, в принципе, не тяжело быть женой. И неважно, футболиста или тракториста. Декабриста. Декабриста, да. Вообще, мне кажется, это какие-то условности. И да, конечно, у нас есть такой момент, что мы иногда находимся на расстоянии. Но, мне кажется, это нас только сближает. И тем слаще наши встречи. И они очень ожидаемы. Максим и Александрина поделились с нами рецептом дружной и крепкой семьи. Независимо ни от чего, они всегда дают друг другу личное время и пространство. И считают это залогом настоящего счастья. Максим, расскажи, когда и как ты решился связать свою жизнь с футболом? Это было очень давно. Ну, профессионально, ну как профессионально. В детский футбол я пошел в 10 лет, но до этого я тоже был на одной секции, что связано с единоборствами. Меня туда отдал отец, но я был против этого. Но во мне вот это все сидело все время. Футбол, футбол, футбол. Я смотрел футбол по телевизору, играл его во дворе. Все время я даже приходил с тренировок с единоборства и шел на футбол, то есть во двор играть. Спортивную судьбу Максима решили обстоятельства. Его семье пришлось переехать жить в другой район. А оттуда добираться до секции единоборств было очень далеко и проблематично. То ли справедливость восторжествовала, то ли это судьба, но Максим тут же серьезно начал заниматься футболом. С тех пор это его жизнь. Как ты настраиваешься на игру? Есть какие-то секреты? В принципе, больших у меня суеверий как таковых нет. Я просто стараюсь сконцентрироваться на игре, поменьше общаться, поменьше отвлекаться. Выключать где-то телефон, погружаться в состояние игры. И не только в день игры, то есть за два, за три дня. То есть на тренировках как-то работать поинтенсивнее, на чем-то заострять внимание на каких-то аспектах игры. И там перед игрой у меня есть иконка, я могу покреститься, попросить у Бога помощи. И в принципе вот так. Максим, я знаю, в последнее время ты не играл на поле, а был болельщиком, можно так сказать. Почему? Что произошло? Были небольшие проблемы со здоровьем. И мы с медицинским персоналом решили, что нужно пойти на крайнюю меру, на операцию. И посоветовались с хирургом и решили, что нужно делать операцию. Но это была старая уже травма, которая перешла в хроническую. И чтобы избавиться от этого недуга, мне пришлось ложиться на операционный стол. Еще в 2013 году во время игры Максима дернули за плечом. После этого каждый раз при неправильном движении его приходилось вправлять. Связки растягивались, боль усиливалась. Максиму приходилось пропускать тренировки. Во время зимнего отдыха ему сделали операцию. Все прошло удачно. И сейчас Максим наверстывает упущенное и совсем скоро вернется на поле. Ты сам выбирал позицию на поле или это решение тренера? Нет, конечно, позицию не ты выбираешь. Потому что ты футболист. Ты не решаешь, кто и где стоит на поле или играет на поле. Это все тренер. Я побывал, поиграл на очень многих позициях. И на позиции нападающей, и полузащитника, и правой, и левой, и центрального, и защитника. Кроме вратарской позиции. Я, наверное, везде попробовался. Но и на вратарской, кстати. Но на тренировке, конечно. Побаловались так. Позицию выбирает тренер из тех качеств, которые у тебя есть. То есть он должен определить, какие стороны у тебя сильные. И на чем ты можешь выигрышно смотреться на поле. То есть если у тебя отбор мяча, то, конечно, ты в защите. Еще один любимый вид спорта Максима – баскетбол. Но в нем он исключительно болельщик. Королем всех видов спорта Максим считает, конечно, футбол. А еще он безумно любит читать русскую классику. Наверное, именно поэтому такой романтичный. Ну что, а сейчас я предлагаю вам немного повеселиться. Для этого вам на время надо будет поменяться ролями. Тебе, Максим, надо будет сделать прическу Александрине. Ты готов? Готов. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем. Максим станет на время парикмахером неспроста. Александрина сейчас учится в Академии красоты в Кишиневе на парикмахера-стилиста и имиджмейкера. И с удовольствием занимается магазином одежды. В общем, все, что связано с красотой – это к ней. Именно поэтому на долю Максима выпала такая участь. Сын, ты же, я не профессионал. Ты знаешь, как? Глаза боятся, руки делают. Максим, ну поделись, что ты придумал для Александрины. Я пока еще ничего не придумал. Я просто импровизирую, расчесываю волосы, а потом дальше видно будет. Посмотрим, что это тоже будет. Да. На самом деле, я думаю, что Максим делает мне что-нибудь красивое. Да? Постараемся. Но не надейся. Ой, это был глаз. Ты расчесал мне глаз. Давайте мне резиночку. Это главная фишечка. Это я видел, это я видел в кино. Молодец. А что ты хочешь теперь? Вот, затянул, все. Глаза полезли на лоб? Да, мне прям подтяжку сделать. Так, первый штрих сделай. А что ты еще хочешь сделать? Это еще не конец. Это не конец. Я буду плести косичку. Да ладно. Да. Ты понимаешь вообще? Уровень. Уровень. Так. Нужно вот это, антенны все сгладить. Хочешь? У нас есть, если что, ладно. Да. Теперь будем плести косичку. И где-то я видел, что нужно разбить на три части равномерных. Так что этим будем заниматься. Да? Клиент. Да, я вообще полностью доверяю. Да, да, я вижу. Ну что, Максим, готово? Нет, еще последний штрих. Нужно растрепать косичку. Так сейчас модно. Ну что, готово? Я думаю, да. Александрина, принимай работу. Ты у нас мастер, ты можешь вполне оценить сейчас. Ну, я могу оценить это только на 10 баллов. Браво, маэстро! Браво! Александрина, мне кажется, самое время нанести ответный удар. Причем в прямом смысле этого слова. Отправляемся на футбольное поле. Я готова. На стадионе нас ждала шикарная погода, можно сказать, лето, солнце и натуральное футбольное поле только после полива. Весело было, не то слово. Знаете, если Александрина с таким же энтузиазмом обслуживает своих клиентов, им несказанно повезло. Энергию этой девушки хоть отбавляй. По-моему, я начинаю догадываться, за что ее любит Максим. О скуке тут не может быть и речи. Дай мяч, дай мяч мне, милые кроссовки. Максим, ну что, как оцениваешь работу Александрины в качестве нападающего? Все здорово было, забило. У меня вообще без шансов, как у вратаря. Скажи честно, поддавался? Нет, конечно, а куда мне? Я сейчас не буду прыгать, не поддавался, просто не доставал мяч. Что ты еще бы сказал? Я понимаю, тебе вечером хочется горячего ужина на столе, ты не мог не поддаться. Как тебе в качестве вратаря было? Чуть-чуть некомфортно. Мне лучше забивать, конечно, мячи, нежели их. Но как защитнику мне нужно оборонять свои ворота, так что это не впервой. Как тебе на поле футбольном? Я чувствую себя просто как рыба в воде, это мое. На самом деле очень некомфортно. Я думала, что так легко ударять по мячу, но на самом деле, блин, все очень сложно, да. Но было весело. Скажите, у вас есть какая-то одна общая мечта на двоих? Ну, я думаю, что да. Вообще мечта это такое слово, наверное, больше цель. Какая у вас общая цель и как вы к ней идете? Добиться в своих сферах всего того, чего мы хотим. То есть как бы расти дальше. Никогда не останавливаться над достигнутым. Да, покорить весь мир. Да, путешествовать, путешествовать, еще раз путешествовать. И, конечно же, домик на берегу океана желательно. Океана, давай. Детки. И детки. Конечно, конечно. Чем больше, тем лучше. Нет, два. Четыре. Четыре, а три. Садимся на троих. Может, вы когда-то слышали фразу «Когда все по-настоящему, то все очень просто». Мне кажется, это про них. Одно могу сказать вам точно. Глядя на них, понимаешь, что настоящая любовь есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.